Всем привет! Меня зовут Максим Дахин, я являюсь техническим директором и одним из основателей группы компании Krox. Сегодня я расскажу о других типах антенн. Это рупорные антенны. К сожалению, по рупорным антеннам все для понимания очень тяжело, если говорить в подробностях. И расскажу очень-очень все кратко. Так что вы просто имели представление, что это за тип антенн и чем он отличается от других типов антенн. Вот я нашел тут в закромах Родины вот такую вот антенну. Это некогда была MIMO-антенна на 3,5 ГГц рупорная. Разъемы пришлось с нее снять тут давно. Наверное, все видели эти рупорные антенны, так или иначе. И читали о них в интернете, интересующиеся люди. Как она устроена? Да, очень важный момент. Они могут быть не только круглыми здесь в сечении, но и прямоугольными или даже квадратными. Ну, мы рассмотрим круглую. В общем, она представляет себе вот такой цилиндр. Вот здесь находится где-то разъемчик какой-то, как-то обозначим. И находится штырь, который возбуждает волну в цилиндре. Находится он от стенки на расстоянии 1,4 длины волны. Иногда вот здесь располагает специальный подстроечный элемент в виде болта. И он позволяет за счет... Вот здесь образуется последовательный колебательный контур. И здесь образуется, ну, как бы можно сказать, конденсатор. И таким образом подкручивает элемент. Мы можем точно выставить резонанс. Далее у нас находится рупор. Здесь. Ну, вот тут такое вот у нее устройство. Если у нас MIMO-система для двухполяризаций, то устроена она вот следующим образом. Давайте нарисуем. Так. Так. Здесь у нас получается... Я нарисую вот этот вот с этой стороны. Так будет понятнее гораздо. То есть вот у нас разъемчик находится. Ну, там внутри штырь находится. А далее здесь идут один или два штыря внутри. Вот так вот замкнутых. И далее здесь находится еще один разъем. Штырь и, возможно, есть, возможно, нет. В зависимости от конструкции подстроечный элемент, который подстраивает чистоту. То есть у нас вот здесь эти штырьки наши, которые возбуждают электромагнитную волну, расположены ортогонально. И, соответственно, возбуждаются две волны в разных поляризациях. Может возникнуть вопрос, влияют ли вот эти штыри. Вот они у нас, видите, вот болты. Играет роль этих штырей. Вот так расположим. Вот он разъем, который вот это возбуждает. Вот разъем, который вот он. И два штыря. Вот эти штыри никак практически не оказывают никакого влияния, потому что они расположены в другой плоскости поляризации. И вот такая конструкция работает. Такая конструкция дает хорошую развязку. Именно благодаря двум штырям по кросс-поляризации. И вот отсюда сигнал, сюда проходит с большим ослаблением. Оно составляет в рабочей полосе частот порядка, где-то, если не ошибаюсь, около 30-35 дБ. Но это очень сильно зависит от... Ну, от много чего зависит. К сожалению, вся эта теория этих антенн очень-очень сложна для понимания. Что еще очень важное об этих антеннах можно сказать? От чего зависит коэффициент усиления? Коэффициент усиления зависит, первое, от рабочей частоты этого рупора и от размера рупора. Чем больше мы вот этот размер делаем, тем выше коэффициент усиления. Иногда вы можете встретить вот здесь вот выполнение внутренней части такими ступеньками. Иногда такая конструкция может выполнена быть вот такими вот концентрическими кольцами. То есть вот здесь внутри, если мы посмотрим сюда на рупор, например, вы можете спутниковый разобрать облучатель. Там тоже классическая рупорная антенна. И вот здесь есть такие кольца концентрические. Эти кольца за счет интерференции позволяют более эффективно, скажем так, простыми словами, использовать именно наш рупор для согласования, для усиления сигнала. Ну и плюс, там есть такая проблема в рупорных антеннах. Надеюсь, не сильно забегает вперед. Как отражение от концов рупора сигнала. И он влияет на КСВ антенны. И благодаря вот этим вот кольцам удается снизить это влияние. Вот что еще? Как можно еще увеличить усиление такой антенны? Иногда такую антенну превращают в антенну волновой канал. То есть, скажем так, мы возбуждаем электромагнитную волну рупором, а вместо рупора используем вот такую структуру для того, чтобы увеличить дальше усиление. Вот здесь ставится такой штырь металлический. Ну, собственно, получается, как у директорной антенны траверса. И здесь дальше делают такие вот, помните, я в одном из видео показывал концентрические кружки. То есть, ну, если так сбоку чуть посмотреть, то вот эта вся конструкция превращается в обычную директорную антенну. И она отлично, замечательно работает. То есть, получается такая комбинация рупора и волнового канала. И тогда сам рупор нам уже вроде как и не нужен. Что еще важное об этих антеннах можно сказать? Это есть так называемая критическая длина волны в волноводе. К сожалению, для того, чтобы волновод работал, у него должно быть либо, если мы рассматриваем прямоугольный волновод, давайте изобразим прямоугольный, может быть, квадратный и круглый волновод. Так вот, вот соотношение сторон вот этих стенок, ну, либо вот этой стороны, либо нашего общего диаметра, оно влияет на минимальную рабочую частоту. То есть, называют это дело критической частотой. И если у нас критический диаметр очень маленький, то начиная лишь с определенной частоты, в нем могут возбуждаться волны. И ниже этой частоты волна не может существовать в данном диаметре. Что интересно еще, если вы, к примеру, не умеете считать рупорные антенны, но у вас есть рупорные антенны на какую-то уже известную частоту, они поддаются очень простому пересчету в другую частоту, просто за счет масштабирования. То есть, например, вы взяли антенну на 10 ГГц, вы знаете, что у нее частота оптимальная, рабочая, там, допустим, 10,7 ГГц. А вам нужно получить антенну на 5 ГГц. Вот, в частности, я разрабатываю антенны на 5 ГГц. Мне просто лень было все это высчитывать. Я в свое время взял облучатель на 10 или 11 ГГц, не помню. Вот, и, собственно, простым масштабированием размеров превратил его в облучатель на частоты 5 ГГц. А далее уже можно это дело моделировать и оптимизировать. То, что вот расчет всех этих вот линз Фринеля и прочего-прочего, это все время затраты. А когда вы уже заимствуете другую конструкцию, ну, скажем так, это можно немножечко соптимизировать. Ну, наиболее широко применяются круглые волноводы. Ну, скорее всего, из-за их технологичности. Именно в антенной тематике я не говорю сейчас о передаче. Потому что волновод он еще использует для передачи высокочастотной энергии, потому что в нем, получается, затухание будет поменьше, чем в коаксиальных кабелях. И еще, кстати, очень важный параметр. Поскольку я говорил о нижней критической частоте, есть еще понятие и вот именно диапазона рабочих частот, оптимального. Потому что выше определенных частот в волноводе возникают так называемые моды. И антенна уже начинает, именно, мы сейчас говорим не о волноводах, в данном случае об антеннах, на основе волноводов. Антенна начинает работать уже не столь эффективно за счет возникновения этих, ну, не паразитных, а вот именно мод. Они возникают. Что это, я не стану углубляться, это уже совсем другой уровень. Так, ну, вкратце, наверное, все про такие антенны. Особо тут больше добавить нечего, если говорить простым языком. И хочется отметить, какие усиления можно достигнуть с помощью этих антенн. Ну, например, вот такой вот открытый кусок волновода дает усиление, если я не ошибаюсь, от 7 dBi. Антенна уже с таким рупором, с небольшим, ну, вот, в частности, вот такая антенна, она, если память не изменяет, давно это было, вроде бы около 8-9 dBi она будет давать. Ну, от 7 до 9. Это все тоже зависит от частоты, потому что с увеличением частоты коэффициента использования этого рупора, он будет более эффективен. То есть, для нижних частот рупор, так как концентрирует энергию в одном направлении, хуже, чем для более высоких. Поэтому это тоже стоит учитывать при расчетах. Момент, который я не сказал, это то, что с помощью таких рупорных антенн можно легко делать антенны с различной диаграммой направленности. Как это делается? Вот если мы, скажем так, будем смотреть на рупорную антенну вот так, с этой стороны, то от формы рупора будет очень сильно зависеть диаграмма направленности такой антенны. Ну, допустим, вот если у нас такой круглый рупор, смотрим на мордочку, то у нас диаграмма направленности, ну, вернемся вот к шарику, к нашему. Она вот будет вот такая вот. То есть, вот он будет вот так вот на плоскость антенны. И вот, вот так вот даже изобразим. Вот. Вот такая у нас какая-то диаграмма направленности. Если мы начинаем, получается, увеличивать усиление, то у нас диаграмма направленности вот так вот становится, вот так вот, вот она вперед. Вот. И на самом деле мы можем эту диаграмму делать вот такой вот, это секторная диаграмма направленности, или даже вот такой вот можем. Как это достигается? Вот если мы сделаем, ну, с круглого волновода тяжело переходить на квадратный, это уже тоже свои тут методики есть, поэтому вот возьмем мы, к примеру, вот такой вот квадратный волновод, а рупор сделаем вот вот такой вот формы. То есть, я вот смотрю вперед. Вот так вот, вот такой вот нас раскрыв. То у такой антенны, у нее получается секторная диаграмма направленности. То есть, она вот так вот, вроде как раскрыта вверх, но диаграмма у нее получается такая, приплюснутая. И можно спокойно получить секторную антенну. Ну, кажется, я все рассказал из того, что хотел простым языком рассказать. Все, тогда спасибо всем. Подписывайтесь на видео, ставьте лайки, задавайте вопросы. Я постараюсь в следующих видео, и потом в конце уже, когда закончу, взять некоторое обзорное видео и ответы на вопросы. Потому что, ну, где-то я какие-то вещи рисую упрощенно. Просто хочется именно донести саму суть. Все, все хорошего. До свидания.